Всем привет! Ну что, хейтеры, этот день настал, это ваш час. Пишите комменты, если видите грибок, грибок и еще раз грибок. Ну а для нормальных людей, которые не видят грибка, мы начинаем. Я снимаю старое покрытие, отодвигаю кутикулу апельсиновой палочкой, также вычищаю птериги. Почему я сразу так начала видео, хейтеры, не хейтеры, но все потому, что очень часто выкладываешь такие подобные ролики, и люди начинают оскорблять, писать, что там голос не тот, у клиента грибок стопроцентный, надо идти, там перчатки не те, фреза не та, все не то. Поэтому, как бы, блин, да, я понимаю, нужно привыкнуть к этому, но ладно, бог с ним. В общем, я отодвинула кутикулу, убрала длину кусачками, подпилила наш красивый ноготочек, обработала кутикулу, вычистила птеригей, фрезой с синей насечкой пламя, и поднимаем кутикулу и делаем срез. Далее я беру фрезу бочонок и прохожусь на 5000 оборотов, зашлифовывая наш срез. Также пробегаюсь вокруг ноготка, убираю всю бахромушку. Ну, а вы не забудьте подписаться, поставить лайк этому видео и досмотреть его до конца. Далее я беру кератолик и наношу на большой пальчик, и от большого пальчика распределяю по всем, и наношу его так под кутикулку, чтобы он нам немножко размягчил, чтобы вычистить все лишнее оттуда. Далее я смочила водой и уже кюреткой начинаю вычищать из-под ноготка все залежи, которые там есть. Знаете, я очень люблю сама смотреть такие подобные видосы, где обрабатывают ножки, допустим, если там трешачок какой-то, и потом из этого трешачка делают конфетку. Но больше всего я люблю сама работать с ножками и приводить их в порядок. Напишите в комментариях, вы любите делать педикюр или все-таки вы больше склоняетесь к маникюру. Вот такая чистенькая обработка наших пальчиков. Далее мы переходим к покрытию. Наносим бондер, наносим праймер тонким слоем, и далее делаем тонкий слой из базы. Базу сушим в лампе, и далее я взяла вот такой красивый гель-лак от торговой марки Смузи, и перекрываем полностью все ноготки этим цветом. Делаю их два тонюсеньких слоя. Тоненькой кисточкой помогаю прокрашивать себе у кутикулы. Далее я перекрываю все в тонкий слой топа глянцевого. И после просушки беру пилочку мягкой абразивностью и подпиливаю наш свободный край, чтобы он был у нас красивый и ровненький. И так прохожусь по всем нашим ноготочкам. Вот такая вот работа у меня получилась. Оцените в комментариях, напишите, как вам. Если вам нравится такой формат видео, я буду снимать для вас его намного больше такого контента, то дайте мне об этом знать, поставьте лайк на это видео. И не забудьте подписаться, у меня много полезных и крутых мастер-классов. Субтитры сделал DimaTorzok